Здравствуйте, Мактагорская Времечка начинает свою работу в прямом эфире. Телефон в студии прежний 24 55 11. Через пару минут начнем принимать ваши звонки, но сначала озвучим тему программы. На земле ежегодно в результате ДТП погибает целый город с населением в 1 миллион 300 тысяч человек, ну или 3 таких города, как наш Мактагорск. Страшная статистика, по 3,5 тысячи человек в день уходят. Пока идет наша программа от травм, полученных в дорожном транспортных происшествиях, погибнут 70 человек примерно. По данным ГИБДД МВД России, за 10 месяцев этого года в России в ДТП погибли более 19 тысяч человек. Ранения получили в 10 раз больше, почти 190 тысяч. В Мактагорске в результате ДТП за это же время, за 10 месяцев погибли 23 человека, в их числе один ребенок. В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие, приуроченную к этому дню, проходят и в Мактагорске. Воскресным утром на перекрестке проспекта Ленина и улицы Завинягина состоялась акция о памяти погибших в автоавариях. Сюжет об этом событии буквально через несколько секунд. Да, вопрос у нас сегодня к вам такой. С какими нарушениями правил дорожного движения сталкиваетесь вы? Звоните по телефону прямого эфира 24 55 11. Рассказывайте, кто чаще всего на ваших глазах нарушает правила дорожного движения. Водители это или пешеходы? Может быть, лично вам случалось попадать в дорожно-транспортное происшествие? Ждем ваших звонков и давайте проведем это времечко вместе. Вот теперь их никто в школу не поведет. Папы нет. Ни садика не встретит. С момента трагедии в семье Вайднер прошло уже три года. Но родственники погибшего в дорожной аварии Льва Вайднера до сих пор не могут смириться с этой мыслью. Мы испытали такое же горе, как все здесь присутствующие. Мама потеряла сына, я потеряла мужа. Ну, очень тяжело все это. Таких историй у людей, собравшихся в самом центре города на островке безопасности, десятки. Каково потерять близкого человека, знает и Наталья Федоровна. Десять лет назад автомобильная авария унесла жизнь ее сына. Тогда, по словам женщины, у нее и родилась идея проводить День памяти погибших. В 2006 году я вышла одна на этот перекресток с портретом сына. Всемирный день, третье воскресенье ноября. Ну и все, на другой год ко мне стали присоединяться люди. Вот уже на протяжении десяти лет Магнитогорск присоединяется к всемирной акции Дню памяти жертв ДТП. Родственники погибших людей, а также неравнодушные горожане традиционно собираются на этом перекрестке в самом центре города. Вот десятая годовщина нашей акции. Она тихая, мирная. Проводим панихиду, заказываем. Мы хотим сказать нет, бой нет на дороге. Ситуация на дорогах, отмечают инспекторы, по-прежнему тревожная. С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий лишились жизни 23 магнитогорца. При этом впервые за два последних года погиб несовершеннолетний ребенок. Это тот самый памятный день, который дает людям встречаться, вспоминать. Но самый главный акцент это обратить внимание на проблему дорожно-транспортных происшествий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В маршрутных такси водители маршрутных такси могут часами разговаривать по мобильному телефону. Никто им не делает замечания, что во время движения, это же уже нарушение ПДД, значит, во время движения вы не имеете права разговаривать по телефону. Да, Инна, мы с вами обсудили, что они не разговаривают ни минуту, ни 30 секунд, да, срочный звонок. Они могут до получаса, я один раз ехала из одного конца города в другой, и он сидел и разговаривал, просто вот даже не обращая ни на кого внимания. Так безобразно тормозил. А сейчас такие дороги, это так страшно, и сделаешь замечание, как будто вот вообще ни о чем никто. Я полностью разделяю возмущение Елены Борисовны. Слушай, тут такое впечатление, что совершенно бесстрашные люди, до какой же степени профессионалы все-таки. Это надо разговаривать по телефону, одновременно принимать плату за проезд. Да, 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 и рулить. И еще как-то пытаться... Едешь и не знаешь, да, едешь или нет. Елена Борисовна, еще у вас есть, да, скажем так, вопрос, скорее. У меня очень большой вопрос, наверное, все хотят узнать. Есть ли постановление все-таки нашего городского комитета, там, значит, по движению или еще что-то, я не знаю, как это, что плата за проезд в маршрутных такси стала стоить 20 рублей? Подтверждение какое-то, да? Да, подтверждение. Если мы есть, нам почитайте, пожалуйста, один раз и навсегда мы не будем трепать нервы ни водителям, ни между собой. Елена Борисовна, спасибо вам большое за звонок. Действительно, я читала в интернете, да, что вроде как постановления как такового нет. И кто-то даже возит за 18 рублей до сих пор, кто-то за 20. То есть, ну, интересный действительно момент. Хотелось бы прояснить, а по поводу разговоров по телефону это серьезная проблема, действительно. И Владимир Николаевич до нас дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что дождались. Я слушаю вас, слушаем мы вас все. С какими нарушениями правил дорожного движения вы сталкиваетесь? Ну, вот я столкнулся недавно буквально с правилом дорожного движения. С каким? Я каждое утро вожу сына в школу на Галиулину. И прям удивился, что пешеход стал переходить со стороны... На Звинягина, на перекрестке сделали второй пешеходный переход для пешеходов. Перед трамвайной остановкой. И пешеход начал переходить, а у меня даже знака там не было, чтобы есть пешеходный переход. Вот я даже... Я уж удивился, думаю, как это он идет, куда он идет. А он шел на зеленый, представляете? То есть, есть там повторительный светофор красный перед этой остановкой. А то, что светофор уже зеленый для пешеходов, я увидел, что... Я сначала не понял, почему идет, а потом увидел, что у него, оказывается, зеленый горит. Владимир Николаевич, ну чем же дело закончилось-то все-таки? Разошлись вы с пешеходом? Я разошелся с пешеходом, но я просто... Меня нервный тихо хватило, думаю, откуда же пешеходы здесь появились. Почему не было пешеходного знака в установке? Хороший вопрос. Поняли мы вас. Спасибо вам большое за звонок. Следующая информация опубликована на сайте издания «Комсомольская правда». В интернете набирает популярность видео необычного ДТП. Это перекресток в центре Магнитогорска, пересекают лошади. Причем ни одна, ни две, десять и плюс три или трое пони, как правильно сказать. И не шагом, а бодрой рысью. Бегут они друг за другом аккуратно по пешеходному переходу. Причем, судя по всему, очень торопятся. В это время на перекресток выезжала иномарка, которая оказалась на пути табуна. Одна из лошадей в прыжке спотыкается о бампер автомобиля, но продолжает бежать дальше, как ни в чем не бывало. Перепуганный водитель даже не останавливается. По-видимому, решил не связываться с нарушительницей. А дорожно-транспортное происшествие попадает в объектив видеорегистратора встречного автомобиля. Жители Магнитогорска предполагают, что лошади сбежали с тренировки. Недалеко от места происшествия находится клуб верховой езды. Народ в сети шутит, что кони заворачивают не куда-нибудь, а в сторону виноводочного магазина. Надеемся, ни люди, ни животные не пострадали в результате этого странного ДТП. Мы продолжаем программу. И во время следующего сюжета предлагаю вам дозваниваться по телефону 24 55 11 и отвечать на вопрос, с какими нарушениями ПДД сталкиваетесь вы. Для Александра Матвеевича день памяти погибших на дорогах – не просто дата в календаре. В январе 2006 года в страшной аварии он потерял дочь. Лена с молодым человеком подали заявление в ЗАГС и поехали к его родителям, чтобы сообщить эту весть. А на обратном пути они сели в такси, а там оказался пьяный водитель. Машина под управлением нетрезвого лихача врезалась в маршрутное такси. В том дорожно-транспортном происшествии пострадали еще 8 человек. Один из них остался инвалидом. Водитель на следующее утро, когда его спросили, ну ты что наделал? Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Я не о чем сожалею, только о том, что бутылку водки не допил. Эта авария не попала в сводки магнитогорской полиции. ДТП случилось в Санкт-Петербурге. Но в статистике местной ГИБДД тоже немало подобных трагических фактов. Только за два дня, 6 и 7 ноября, на дорогах магнитки погибли три человека. 6 ноября, когда был обильный снегопад, произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Во всех этих случаях установлена вина самих водителей, в частности, несоответствие скорости движения погодным условиям, так как была заснеженная проезжая часть. За 11 месяцев этого года дорожные аварии унесли жизни 23 человек, в том числе одного ребенка. 60% всех происшествий со смертельным исходом – наезды на пешеходов. Один из последних случаев, связанный с наездом на пешеходов, произошел в районе дома номер 444 по шоссе Западное. Был совершен наезд на девушку, которая двигалась по краю проезжей части. Девушка 89-го года рождения от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. В память о погибшей дочери, несколько лет назад Александр Матвеевич воздвиг на Левобережном кладбище часовню. Над воротами – ангел, сложивший крылья. Внутри – икона Божьей Матери – взыскание погибших. Очень много людей, во-первых, приняло участие в строительстве этой часовни. Многие подходили, спрашивали, и мы поняли, что это не только у нас такое горе, а многих оно, к сожалению, коснулось. Поэтому сегодня эта часовня – место, где любой пришедший может помянуть своего безвременно ушедшего дорогого человека. Со дня трагедии, перевернувшей жизнь Александра Матвеевича, совсем скоро минит 10 лет. Но боль утраты единственной дочери, говорит он, день от дня не уменьшается. Уважаемые люди, наши дети, и мы сами рождены не для того, чтобы погибнуть от какого-нибудь лихача, тем более пьяного. ДТП сейчас погибает у людей больше, чем от огнестрельных ран. Зачем воевать со своим народом, со своими людьми? Мы этого не заслуживаем. Багнитогорское время в прямом эфире. Сегодня спрашиваем вас, с какими нарушениями правил дорожного движения вы сталкиваетесь. И Петр Александрович до нас дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Александрович, у вас о необходимости обустройства пешеходного перехода, я так понимаю, предложение. Говорите, слушайте. Да, да. Там вот все время находится перекресток Комсомольская, Уридского улица. Там всегда висел где-то пешеходный переход. Это бывшее, где вот Ленинский район, отделение милиции было. С одной стороны магнит, с другой стороны, где бабушки и дедушки ходят, там пособия им оформляют. Я не знаю, как это называется. И вот я вожу постоянно сына, ой, сына, говорю, внука, и не могу пройти по этому пешеходному переходу. Машины идут, идут. А пешеходный переход есть, получается. Правильно я поняла? Петр Александрович, Петр Александрович. Куда он делся, я не знаю, но летом он был. А, знака нет. То есть он был, теперь его нет. И чтобы перейти дорогу, надо идти там порядка 150 метров, вы говорите, да, до перекрестка другого. И переходить там. Да, да, да. Садик находится, где пожарная часть Ленинского района. Я не знаю, какая там номера. В общем, да, спасибо вам за звонок, в том смысле, что очень неудобно стало. Потому что все равно люди по старой памяти идут, но это ведь и до беды так недалеко. Ну, небезопасно, конечно. У нас Наталья еще на связи. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Рассказывайте, вы чуть ли не каждый день сталкиваетесь с нарушениями правил дорожного движения своими глазами. Все видите, да? Где и чего видите, рассказывайте. Я живу на остановке Карла Маркса 115. Там совершенно невозможно вот сейчас переходить дорогу. Даже несмотря на то, что у нас работники ДПС стоят. Вот там въезд идет напротив магазина Ситна через дорогу. Очень часто стоят работники ДПС. Вот. И просто на прошлой неделе я сама столкнулась с таким случаем, когда я, переходя дорогу, я уже перешла трамвайные пути от Ситна магазина. Стояли машины, пропускали дорогу. Стояла машина ГАИ. Там в проезде у нас около... Угу. Стоя из печати. Или как, розпечати. Угу. Вот. И водитель... Джип стоял огромный. И водитель джипа наклонился, посмотрел, увидел, что работник ДПС в это время повернут спиной к дороге. Отвернулся. И он просто, да, вот прям перед носом у меня, ну как по газам, скорость и поехал. Ну и вы говорите, Наталья, что это не редкость, да, у вас там? Это не редкость. И по утрам я с таким сталкиваюсь, когда перехожу на другую сторону дорогу. То есть водители, ну как, они, конечно, ждут, но поток пешеходов тоже немаленький. Поэтому они начинают нервничать. Нервничать. Да, видимо, нервы не выдерживают, и они дозуют. Особенно в час пик это происходит. Наталья, еще одна удивительная история была, да, вы были свидетелем... Да, однажды, это буквально несколько лет было, но уже когда замасили у нас трамвайные пути, стоял трамвай на остановке. И в это время тоже огромная машина, я не знаю, ну это как, ну тоже типа джипа, большая очень машина, обгонял трамвай, объезжал с левой стороны, то есть не по дороге, а получается по встречке он уже ехал, по трамвайным путям. Это, наверное, совсем нервы не выдержали. Да, и вывернул на дорогу как раз на пешеходном переходе. И мы вообще вот когда увидели, мы в шоке были, когда на нас вот этот вот джип ехал, бабушка впереди шла, а наша остановилась. Наталья, спасибо вам огромное за звонок, мы так поняли, что у вас на Каламакса-115, там для сотрудников ГИБДД есть на что обратить внимание. Я там езжу тоже постоянно и, конечно, наблюдаю, такую картину бывает. Но стоит, наверное, сказать, чтобы сейчас, особенно сейчас, были очень внимательны пешеходы, поскольку вот налить на дороге и все, и даже если останавливаться человек захочет, возможно, а еще сзади поддавливают, все же торопятся. Поэтому надо быть очень внимательны и осторожны. Мы идем дальше, 10 ноября Госдума приняла во втором чтении проект закона о временном ограничении должников на пользование специальным правом на управление транспортным средством, а также воздушным, морским или речным судном. То есть, получается, что до расплаты люди теперь рискуют стать пешеходами в полном смысле. То есть, нельзя будет не только управлять автомобилями, но и также квадроциклами, яхтами, самолетами и прочими. У кого-то таковые имеются. Да, у нас это не касается. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, по статистике ведомства, под данные ограничения в специальных правах могут попасть около 64 тысяч злостных нарушителей правил дорожного движения, у которых сумма штрафов превышает 10 тысяч рублей. Правда, забирать технику все-таки будут не у всех. Например, если машина помогает должнику зарабатывать на жизнь, то права они заберут. Или если человек живет в таком месте, куда можно добраться, только на автомобиле или на лодке, то забирать даже временно жизненно важные права, право на управление авто или катером, тоже нельзя. Далее у нас короткая реклама, после которой продолжим общение. Я напоминаю вопрос программы, с какими нарушениями правил дорожного движения сталкиваетесь вы? Дозванивайтесь 24 55 11. Магнитогорская Римочка в прямом эфире. Сегодня спрашиваем, с какими нарушениями правил дорожного движения сталкиваетесь вы? До нас дозвонился Андрей. Андрей, вам слово. Здравствуйте, добрый вечер. Я сейчас сказал, что у меня нарушение, с чем я сталкиваюсь ежедневно. Утром веду ребенка в садик, в школу, то есть, извините, в школу, как бы, ну, у меня в садик ходила в этом же квартале, веду утром в школу, на меня наезжает каждое утро машина, прям по детским площадкам. С обоих сторон садика, 130-го садика, находятся две детских площадки. Что сверху, что снизу, ездят машины прям по площадкам. А с чем это связано, Андрей? То есть, там ездить негде или что? Что-что? А с чем это связано? Почему машины там ездят-то? По детским площадкам? Ну, я не знаю, чертянно, либо не хватает мест, либо водителям просто очень лень, как бы, объезжаясь по кварталу, как бы, и получается, они прям по площадке едут. Даже есть у нас на нижней площадке проживает, хоть он не работает в ДПС, а просто во внутренних органах, он сам, как бы, нарушает эти правила. Это какой адрес, Андрей, получается? Какой район? Ленинский район, да? Ленинский район, 11-й квартал. Обращался в ДПС, как бы, дорожные патронные службы, потому что на всех детских площадках стоят машины. Никто ничего не принимает, никаких мер. Все понятно, Андрей. Спасибо за информацию. Учтем это, может быть, еще свяжемся, проедем к вам поскольку. Сергей Иванович до нас дозвонился. Послушаем вас, Сергей Иванович. Здравствуйте. Ну, я говорю, я водитель с 40-летним стажем, сейчас нахожусь на пенсии. Пенсия у нас в городе, конечно, оставляет желать намного лучше. Ездит, конечно, безобразно. Кто как хочет, кто как может. Основное нарушение, я сталкиваюсь с этим нарушением, это у нас женский пол, это телефон, они не выпускают, это постоянно. Не пользуются ни гарнитурами, ничем. Даже вот наблюдал такую картину, что дама выезжает из Квартова, сидит рядом ребенок, в одной руке телефон, с другой сигаретой, она локтем выезжает из Квартова с поворотом. Это просто ужас. Согласна, это ужас. Вот, и джипы вот эти вот. В основном ребята соблюдают, сейчас стараются соблюдать. Вот, но есть, конечно, такие, которые слишком торопливые. Ну, а в основном, я говорю, в основном, ребята, у нас уровень потихоньку подрастает. Единственное, вот сейчас обратить внимание, я говорю, вот с этими телефонами. С телефонами не только женщина, я только здесь не соглашусь. Мужчины тоже любят поговорить. Безусловно, да, все подряд. И водители маршрутных такси, как говорится. С гарнитурами вообще очень мало. Я вообще не видел, чтобы гарнитурами пользовались. Это единичные случаи, действительно. Все нормально. Дальше идем. Спасибо вам большое за звонки. Депутаты хотят обязать производителей одежды, а также рюкзаков и сумок, вшивать в них световозвращающие элементы. Эта идея обсуждается в Госдуме. Уже не первый год в правилах дорожного движения прописано, что пешеход должен иметь такие элементы на своей одежде в темное время суток на дороге вне населенного пункта. Но, по словам первого зампреда Комитета Госдумы по конституционному законодательству, Вячеслава Лосакова, сейчас невозможно обязать производителей вшивать такие элементы. Потому для начала необходимо прописать стандарт, чтобы на рынке не оказалось огромного количества некондиционной продукции, когда эти элементы одежды перестают выполнять свою функцию в течение месяца. А затем установить стандартно спортивную, туристическую, детскую и школьную одежду, в котором присутствие этих элементов было бы закреплено. Да, необходимо также внести поправки в ПДД, обязать всех пешеходов носить такие световозвращающие элементы в темное время суток повсеместно. А также обязать водителей, которые выставили на дороге знака аварийной остановки, надевать жилеты световозвращающие. Они должны быть, по мнению депутатов, в комплекте машины так же, как аптечка и трос. Что в Магнитогорске делаются для безопасности пешеходов, узнаем из следующего сюжета. За последние годы мы видим несколько перекрестков крупных. В этом году знаковый объект перекресток проспекта Карамаркса, улица Грязнова, реконструирован. Стало безопаснее переходить, хотя бы по причине того, что появилось светофорное элегурирование именно и автомобильного транспорта, и пешеходных потоков. Выполнена в этом году большая работа по освещению тех улиц и дорог, которые до сих пор не имели освещения. На сегодняшний момент закончены работы и идет поэтапный пуск освещения на трех объектах. Я говорю о таких объектах, как улица Энергетиков от кругового движения, вокзальное, шоссе, дачное. Второй объект – это шоссе Западное вдоль самого поселка Западный 1. И третий большой объект – это, опять же, Западное шоссе вдоль садов имени Мичурина. Два года назад выполнили проект освещения более 50 пешеходных переходов, главным образом нерегулируемых дополнительными светильниками. Реализацию этой программы начали в прошлом году. Было выполнено 12 пешеходных переходов. И в этом году, в том числе благодаря средствам, которые губернаторам выделили на благоустройство, мы полностью реализовали этот проект. Более полусотни пешеходных переходов освещено дополнительно. Был принят на федеральном уровне закон о том, что нерегулируемые пешеходные переходы должны оборудоваться по определенным схемам. Законодательно предписано на сегодняшний день оборудовать пешеходные переходы, в первую очередь, около общеобразовательных учреждений, искусственные неровности. Обязательный пешеходный переход двухцветным исполнением бело-желтой краски. Также становятся на консолях светофоры Т7. Это мигающие желтые для привлечения. То есть он движение не регулирует. Это сделано именно для привлечения внимания водителей. Таких пешеходных переходов именно около общеобразовательных учреждений в нашем городе, в городе Митогорске, 43 штуки. Первыми такими пешеходными переходами стали четыре пешеходных перехода. Проспект Ленина, 19, это в районе театра оперы и балета. Ну, там располагается школа, поэтому большой поток именно школьников в утренние и вечерние часы. Чкалово, 60, Грязнова, 8, район школы, 63. И два пешеходных перехода у нас было на улице Московской. Это школа 49 и школа номер 3. Значит, было принято решение по согласованию с ГИБДД. Объединили этот пешеходный переход в один, ликвидировав те два существующих. И вот он также оборудован уже на сегодняшний день полным комплексом. Всего в настоящий момент далее выполняется 16 пешеходных переходов уже к завершению и 23 пешеходных перехода до конца года. На конец декабря мы планируем, что будут выполнены все мероприятия, установлены все светофоры Т-7 и все ограждения. Единственное, что останется в 2016 году завершить, это нанесение разметки. Всем увидим, работа ведется, будет, значит, все-таки в нашем городе безопаснее. Наше времечко в прямом эфире, друзья, подошло к концу. Спасибо всем, кто принял участие в программе. Напоминаю, звонить в редакцию Народной программы можно в любое времечко суток. 31 28 26, телефон автоответчика, звоните. Вставляя сообщения, не забывайте вставлять свой номер телефона. Также все сюжеты Народной программы можно найти на сайте телекомпании ТВИН. Готовы к общению мы и в социальных сетях. На сегодня все. Увидимся в среду. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин